Орехово-Зуево, Химки, Москва, Павловский-Пасад, Лосино-Петровские и другие города. География открытого турнира на кубок городского округа Щелково по Кёку-Сенкай весьма обширна. В начале сезона подмосковные клубы стараются максимально использовать возможности соревновательной практики для потенциального отбора своих спортсменов на соревнования более высокого уровня. В Щелково приехали порядка 350 участников, и это больше, чем обычно, отмечают организаторы. Много начинающих, но хватает и опытных спортсменов. В том числе 38 человек представляли наш городской округ. Сегодняшний турнир угрей было много и уже хороших спортсменов, подготовленных. Бои проходили очень интересно, интенсивно, жестко. Интенсивность и по качеству боев сегодняшний турнир уступает для запросов. Уровень достаточно хороший, высокий уровень. То есть люди готовятся, люди приезжают с интересом, людям интересно приезжать в Щелково. Площадка манежа прекрасно подходит для проведения соревнований подобного уровня. Есть разминочная зона, есть где свободно расстелить три татами для одновременного проведения боев. Соревнуются от самых маленьких до почти взрослых. Традиционно в двух дисциплинах. Ката – сольное выступление спортсмена, выполняющего определенную последовательность движений. И кумите – настоящие бои в полный контакт. Киокусинкай – насколько зрелищный, настолько же и жесткий вид единоборств. Напомним, что ногой можно бить в голову, а руками только в корпус. Но и эти удары могут быть настолько мощными, что пробивают защиту соперника, и бой может закончиться досрочно. Даже в поединке хрупких девушек. Но ничего страшного, все понимают, что это спорт, а опытные медики быстро возвращают проигравшего спортсмена в форму. В кумите важны опыт и техническая подготовка бойца, но немаловажное значение имеет и боевой дух. Иногда он оказывается даже важнее. Даже получив травму, можно собраться и выиграть заветную золотую медаль. Призеров в турнирах по киокусинкай всегда много, поскольку спортсмены подразделяются на множество возрастных и весовых категорий. В награду им красивые кубки, медали и дипломы. Особенно приятно, когда в числе обладателей золотой медали на турнире в Щелкове оказываются наши местные спортсмены. Одна из них Татьяна Понятова из клуба «Доджо». Всего было два боя, да, недосрочно, полностью, шел бой. Соперники были силами, но если сгибрить или тактики используются, то можно их выиграть. Было тяжеловато, но так не стоит рассудить. Участники открытого турнира на кубок городского округа Щелково уже начинают готовиться к следующим соревнованиям. Скоро ожидаются областные, а в конце декабря сильнейшие проверят свои силы на международном турнире. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.